Формирование комфортной городской среды начинается с отремонтированных дворов и благоустроенных скверов. В этом году по национальному проекту «Вторую жизнь» получат более 30 городских объектов. Екатерина Лазарева продолжит. Аллея ветеранов в новом городе сейчас немноголюдна. Местные жители соблюдают режим самоизоляции, но до пандемии каждый вечер здесь гуляли пожилые люди и мамы с детьми. В этом году аллея вошла в нацпроект. Работы начали с прилегающей к скверу территории. Для комфортных прогулок здесь появятся новые тротуары. Демонтаж уже практически закончен. Остался небольшой участок ближе к Ленинскому комсомолу. Сейчас вывозим оставшийся мусор и будем уже усиленно приступать к установке бортового камня, подготовке основания перед укладкой асфальта бетона. Я считаю, что это правильно. Вот что они сейчас делают вот здесь. Порядок наведут. И мы будем с семьей сюда приходить, отдыхать. Преображение аллеи началось несколько лет назад. Местные жители обратились за помощью к депутату округа. Старые проржавевшие конструкции убрали. Оборудовали сцену. Данная аллея у меня и у депутата Васильева, потому что она как бы пересекает два округа. Все время была на контроле. В 2016-2017 году первую часть начали. Мы сделали брусчатку, благоустроили территорию. И сейчас по программе народной инициативы «Городская комфортная среда» данную аллею уже решили реконструировать полностью. С тех времен было место, где люди приходили с детьми, играли, отдыхали, на стадион старт проходили. И наша задача – создать наиболее комфортные, безопасные условия для людей, которые просто проходят, которые приходят отдыхать. Помимо аллеи ветеранов, в городе отремонтируют еще шесть общественных пространств. Это парки «Молодежный», «Новое поколение», «Прибрежный», а также скверы на Среднем Венце у комплекса «Современник» и у ДК имени Первого Мая. Впрочем, формирование комфортной городской среды – это не только благоустройство парков и скверов. Особое внимание – придомовым территориям. В этом году в плане капитального ремонта 25 адресов во всех районах города. Во дворе дома номер 13 по улице Нахимова появятся новые пешеходные зоны. Завершается подготовка к асфальтированию тротуаров. Как видите, ведется проливка битумом, готовится основание. На данный момент сегодня вся эта территория будет асфальтирована. На данный момент в городе на 13 объектах ведутся строительные работы. Во всех районах города только один адрес у нас по железнодорожному району, локомотивное. 15 адресов по проекту Засвияжский район. Ленинский район – 4 адреса и остальные – Заворский район. Причем с каждым годом объем работы увеличивается. Для сравнения, в прошлом году по нацпроекту в городе отремонтировали 16 придомовых территорий. В этом работы больше. Но уже совсем скоро местные жители смогут насладиться вечерними прогулками в отремонтированных дворах. Екатерина Лазарева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Продолжение следует...